Путин киданул Си Цзиньпина? Как выборы президента в США повлияют на Украину? И смогут ли в Украине производить супероружие? Об этом поговорим с экспертом-международником Русланом Осипенко. Итак, периодически мы слышим, особенно с уст российской пропаганды, о том, что Соединенные Штаты и Европа устали от Украины, от украинской войны. Как вы думаете, так ли это на самом деле? Я думаю, что нет. Это пропаганда чистой воды. Естественно, будут геополитические какие-то изменения, потому что грядет там 24-й год и будут выборы, допустим, возможно, замена демократов на республиканцев. Нельзя исключить того, что будет представитель от республиканцев, например, в Соединенных Штатах. И политика в чем-то изменится тактически, но она не изменится стратегически. Почему? Потому что сама ситуация в мире говорит о том, что мы вошли в коридор противостояния между демократическими и авторитарными режимами. С одной стороны, демократические режимы возглавляют Соединенные Штаты Америки, с другой стороны, сейчас выдвинулся на первую роль Китай. И поэтому Украине не дадут проиграть эту войну, потому что как раз российско-украинская война это предтеча вот этого большого противостояния между Соединенными Штатами и Китаем. Если же Украина проигрывает, значит, повестку дня 21-го столетия будет диктовать как раз авторитарные режимы. Все, это последний проигрыш фактически демократического лагеря. После Афганистана, Ирака, Сирии, вот этих ряда проигрышей, вот эта проигрышная война, она фактически обрушит систему безопасности, которая была построена по результатам Второй мировой войны. Если же Украина выигрывает, то система возобновляется, возобновляется торговля, экономика, как бы цепочки вот эти производственные, логистические. Можно еще поговорить о том, как стабилизируется экономика. Если же нет, тогда будет выстраиваться новая система, которую предлагает Китай. Со своей концепцией сообщества совместной судьбы для человечества. Там все четко прописано, как будет руководить Китай, в каких регионах, в пяти там сначала, а потом и как бы во всем мире, набрав экономический потенциал. Поэтому не сможет отказаться даже республиканцы, которые придут в Соединенных Штатах к власти. Интересы страны, интересы Соединенных Штатов заставят их помогать Украине, для того, чтобы Украина выиграла эту войну. Даже не не проиграла, а выиграла, для того, чтобы победа была убедительной. Еще один фактор, который говорит о том, что не прекратится эта помощь, это институционализация вот этого альянса, который стоит за спиной у Украины. Мы видим Рамштайны созданные. Это военная такая институционализация и финансовая. В рамках Рамштайнов предоставляется помощь по линии энергетики, для ремонта нашей инфраструктуры, по линии военной, предоставление вооружения, по линии финансовой, для того, чтобы перекрыть дефицит бюджета воюющей страны Украины. Поэтому эти инструменты просто так не создают. Это стратегические инструменты. Если бы это зависело от желания или нежелания помогать, такие инструменты не создавали. И вот эти инструменты, они будут как раз использованы после окончания уже Российско-Украинской войны, для того, чтобы давить как раз на Китай. Поэтому вот этот факт тоже подсказывает нам то, что Соединенные Штаты и демократический лагерь готовятся к более такому серьезному противостоянию. Плюс к тому, мы видим политическую платформу созданную. Это фактически съезд демократических государств, если можно так назвать. Вот он будет происходить в конце марта, если я не ошибаюсь, там 29-31 марта. Более 120 стран будут принимать участие. Это смысл в чем? Как раз четко активизировать лагерь демократических стран, чтобы обговорить, как демократия может в 21-м столетии принести пользу народам этих стран. А значит, они вместе будут отстаивать эти ценности. То есть мы видим, что есть и политическая платформа, есть и военная, и экономическая, и финансовая платформа, инструменты созданы. Поэтому эти инструменты пока работают... для поддержки Украины. Но они созданы для того, чтобы фактически не дать Китаю навязать свою повестку дня в 21-м столетии. Поэтому я делаю вывод, что Украина уже не зависит поддержка Украины от прихода того или иного правительства, той или иной партии, той или иной страны. Это такой системообразующий, как бы, краеугольный камень. Украина должна победить для того, чтобы восстановилась система безопасности, торговли, экономики, всех вот этих отношений, в которых мы жили все это время после Второй мировой войны. А на ваш взгляд, почему российская пропаганда периодически возвращается к этому нарративу, что Запад устал от Украины? Ну, это ИПСО, психологические операции, которые имеют много целей. С одной стороны, как бы, воодушевить свое население, что не все потеряно. Несмотря на то, что мы проиграем на поле боя, у нас есть перспектива, у нас есть куда двигаться. Вот Запад вот-вот перестанет помогать Украине, и все, Украина рухнет, потому что, ну, мы Украину, как они говорят, мы Украину там за первые недели победили, а сейчас мы воюем, значит, с Западом. И вот если Запад перестанет помогать оружием или откажется от помощи, тогда все, победа будет за нами. Это надо воодушевить людей, так сказать. Надо воодушевить мобилизованных. Потому что, ну, как объяснить мобилизованным людям, что они идут, когда армия проигрывает в Украине войну, а их тут обросают как в топку, как дрова в топку. Понимаете? Ну, нет смысла. Тогда они просто не пойдут. Они просто будут разбегаться и все. Для того, чтобы также сказать, что ситуация может измениться в любой момент, а мы выстоим, потому что мы ресурсная страна, у нас много ресурсов и человеческих. Вот на пропагандистских каналах они же заявляют, что у нас там мобилизационный ресурс больше, чем сама Украина. Ну, такие сравнения приводят. Понимаете? И люди воодушевляются в России, что все равно, несмотря на то, что мы отступаем, мы проигрываем, мы тоже, значит, во Второй мировой отступали, проигрывали, но все равно сумели переломить ситуацию, значит, и выиграть войну и так далее. Вот они эти кальки приводят и тем самым пытаются поддержать, воодушевить свое население. Но мы слышим и из уст европейских политиков и даже американских некоторых политиков о том, что необходимо чем быстрее прекратить войну любой ценой, потому что гибнут люди, проливается кровь. Почему политики западных стран об этом периодически говорят? Все очень просто. Россия, зарабатывая деньги на продаже нефтегаза, она формировала большие сообщества, которые лоббистов фактически на Западе. Иногда агентуру даже вербовали людей от правых, крайне правых, крайне левых партий. И надо сказать, что Россия использует все средства, включая криминальные круги, военизированное образование, политиков высокого ранга. То есть от политиков высокого ранга до криминальных кругов все работает на политику Кремля. Поэтому Кремль дергает периодически то за одни, то за другие ниточки, для того, чтобы те или иные люди, лидеры мнений каких-то, например, отставные какие-то премьеры и так далее, делали заявления в пользу как раз пропаганды, которую ведет Россия. Но в мире все это понимают прекрасно. Вот посмотрите, один приведу пример. Бывший премьер Словакии, по-моему, выступал против передачи самолетов в Украине, что это ведет к углублению конфронтации, конфликта и так далее. Так на него сейчас будут подавать иски и вообще рассматривать, как креатуру Кремля, которая подрывает фактически национальную безопасность Словакии. То есть с ними уже борются все. То есть перелом произошел. Точка бифрукации пройдена. Да, еще есть такие люди. Вот в Румынии там отдельная парламентария. Значит, представитель в парламенте заявляла там, ну, на нашу страну говорила всевозможные гадости там и так далее, и так далее. Ну, где она? Вот два дня она выступила, она свою роль сыграла, там деньги отработала, как бы и пропала. Все, канула в лету, нет ее. Поэтому вот эти сформированные, сформированная агентура влияния, вот эти все круги, они не могут уже быть эффективными. Они были бы эффективными, если бы баланс сил на поле боя хотя бы был равный. Да, ну, Россия не проигрывала войну. А так как Россия проигрывает войну, так как она изолирована от международного сообщества, так как ее заклейнили как агрессора, Путину выписали ордер, что он военный преступник там и так далее. И вот эта агентура, которая выступает, как бы, против основного тренда политического, она просто сжигает себя. То есть она, знаете, как на свет вылазит и просто сгорает. Поэтому ее остановится, этих голосов становится все меньше, и они становятся все слабее. Поэтому Россия даже этот ресурс не может нормально уже использовать, проигрывая в этой войне и демонстрируя, ну, бросив вызов фактически всей системе безопасности, подорвав мировую торговлю, создав кризисы продовольственные, энергетические. Ну, то есть она уже натянула столько негатива на себя, став изгоем международным. Поэтому, ну, кто будет, кто захочет за проигравшую Россию, за изгоя международного выступать, значит, подавать голос, даже в такой форме, знаете, мы за мир, мы не за Россию, мы за мир для того, чтобы люди не гибли, и русские, и украинцы. Этих голосов будет все меньше, и они будут становиться все слабее. Ну, вот в Соединенных Штатах трампистское крыло республиканской партии, они часто говорят о том, что, мол, Украина далеко, она не в сферах наших интересов, а наш главный противник – это Китай, и следует договариваться с Москвой, чтобы не подтолкнуть ее в объятия Пекина. Изменилось ли как-то отношение к Украине и украинской войне после визита Си Цзиньпина в Москву? Абсолютно. Вот эта платформа выбита из-под ног трампистов, небольшой группы, так сказать, которые, значит, внутри республиканцев, мага, так называемая группа Make America Great Again, которые, значит, выступают за изоляционизм, там за уход даже, чтобы не тратить на безопасность Европы, вот в НАТО, значит, и так далее, и противостоять, значит, перенести все производства в Америку, якобы создать рабочие места, и все хорошо будет. На самом деле это так не работает. На самом деле, вот то, что делают демократы сейчас, они возобновили союзы, вот этот Евроатлантический союз укрепили, они создали вот этот форум демократический, государство Рамштайны, вот это пугает Китай. И, конечно, Китай, сейчас выйдя на первое место после саммита G20 в связке Китай-Россия, так как Китай стал второй страной в биполярном мире, а можно констатировать, что мы получили биполярный мир по результатам G20, да, вот встреча была там Джо Байдена и Си Цзиньпиня фактически, они там договаривались, как они будут или кооперироваться, или конфронтировать, так сказать, в отношениях, вот, и все поняли, что мир стал биполярным. Ну и, естественно, в связке Китай-Россия, Китай ведущим стал после вот этого визита в Москву, а Москва стала ведомой. Поэтому Китай будет использовать Москву уже по своему усмотрению, для реализации своего стратегического сценария. То есть ресурсы Москвы, людские, там, выкопные, ресурсы на международных площадках, то, что Россия является членом Совета безопасности, постоянным членом Совета безопасности, то, что она является ядерной страной. Все вот эти тематики Китай будет использовать как предмет для переговоров, для торга, уже как свой предмет для торга с Соединенными Штатами Америки. Россия потеряла субъектность после этого визита, и фактически тем самым выбита платформа у трампистов, так называемых, что надо, значит, как-то сделать уступки России. Уже нечего делать уступки России. Россия полностью ушла в сферу влияния Китая. Она стала полностью фарватер международной политики Китая. Поэтому, а для того, чтобы противостоять Китаю, как раз надо сохранить вот эти альянсы евроатлантические, надо сохранить Рамштайны, надо сохранить форум демократических государств, то есть весь инструментарий созданный, плюс военно-политические союзы, которые геополитически окружают Китай, это Куат и АУКС. Их надо тоже укреплять. Уже изоляционистская политика трампистов, она уже не пройдет. Все. То есть им надо инструментарий вот этот держать в готовности для того, чтобы после войны российско-украинской перейти с этим инструментарием и работать уже с Китаем. Поэтому не смогут трамписты, у них выбит аргумент из-под ног. Не смогут они говорить, что давайте мы будем как-то уступать России, договариваться, потому что она там может уйти под Китай. Эта связка уже образовалась. Все. Есть уже связка Китай и Россия. И таким образом... Но есть надежда, что если победит Украина, то в принципе Россия может быть разорвана на части. То есть Китай возьмет свои земли за Уралом, там за Байкаль и Дальний Восток, который она как раз вот перед визитом обозначила, там дала уже свои названия китайские и российские городам. И при этом ни одно официальное лицо в Москве не прокомментировало и не сказал о своей общественности, что, друзья, пол России уже нарисовали с китайскими названиями, мы с этим будем бороться или отстаивать свой суверенитет, территориальную целостность. Никто не прокомментировал. Это означает, что Россия фактически рассчиталась таким образом за этот визит с Цзиньпинем и обозначила, что она полностью стала фарватер Китая. Так вот, Китай в таком случае просто заберет вот эту свою часть исторические земли, которые он потерял в XIX веке, а до Урала вот эту западную часть, все-таки я думаю, что западный мир попробует переформатировать демократическую Россию. Ну, это как один из сценариев. Другой сценарий, что вся Россия отойдет Китаю полностью, и Китай будет, как мы сказали, управлять ее полными ресурсами. Вот. Ну, варианты есть разные. Но, конечно, Китай готовится и к одному варианту, и к другому варианту, и Соединенные Штаты аналогично готовятся и к одному, и к другому варианту. Я думаю, что это все будет проговариваться и уже, наверное, проговариваться там в Советах Безопасности этих стран. Вот. И они планируют, что делать уже с проигравшей Россией после войны. И, скорее всего, один из вариантов, который мне приходит на ум, что сделают с Россией. Не знаю, будут ли ее разделять или не будут, но и Китай, и Соединенные Штаты после последних заявлений России заинтересованы в том, чтобы забрать у него ядерное оружие. Потому что после визита Си Цзиньпиня в его концепции он хотел давить на Соединенные Штаты тем, чтобы, ну, вот если рассматривать ядерную тему, чтобы ядерное оружие было на национальной территории, чтобы на базах союзников не размещали это оружие. Фактически подписали вместе союзную, ну, политическую декларацию, заявление, так называемое, по результатам визита, где это все прописано. И тут же через два дня, значит, Россия наплевала, растоптала эти подписи, которые поставила совместные с Китаем. И заявила о том, что разместит ядерное оружие в Беларуси. Китай в шоке. Ну, Соединенные Штаты уже, наверное, не в шоке, но Китай в шоке. То есть, два дня назад страна взяла на себя обязательства, нуждается в поддержке Китая, экономической, военной и все остальное. И тут выделывают такие кренделя. Ну, вот, поэтому я думаю, что Соединенные Штаты и Китай тихонько договорятся, чтобы Россия стала, ну, была лишена ядерного оружия и просто не угрожала никому из своих соседей. И, скорее всего, они ее разделят пополам. Там Китай заберет себе Дальний Восток и Забайкалье, а Соединенные Штаты попытаются сделать что-то там подобие демократической страны в европейской ее части. Среди европейских политиков есть те, которые призывают не загонять Путина в угол, дать ему какой-то шанс на достойный выход и таким образом, мол, по их мнению, не будет эскалирования ситуации и войну в Украине можно будет завершить. Как на их позицию повлияло появление ордера Международного криминального суда на арест Путина? Наложила печать на их рты вот этой части европейских политиков. Им просто запечатали печать такую большую Международного уголовного суда. На народ каждому из этих политиков поставили печать и заклеили. Все, они не могут ничего сказать, потому что на Путина повесили вот такое объявление, что он военный, вот такую табличку, что он военный преступник. А это значит, что с ним нельзя не иметь дел никаких. Не сохранять ему лицо, ничего. То есть все, это пожизненно на нем вот это подозрение. И пока он не явится в суд, это с него не снимут. А естественно, он в суд не явится. Ну, это значит, что Путина аккуратненько скальпелем отделили от всей элиты и пока дают другой части элиты, которую он формировал вот в своей персоналистской вертикали власти, одуматься. Друзья, мы двоим человеком пока выписываем подозрения, но вы все тоже можете попасть под подозрения. Те же военные начальники, политические, финансовые, которые помогали проводить эту войну. Поэтому, друзья, вот сейчас мы отделяем вашего главаря-неудачника, который проиграл войну и затянул Россию фактически в это болото. Вы одумайтесь и предпринимайте какие-то действия. Это сигнал и во внутрь России, и сигнал западным политикам, те, которые пытались, там, лоббистам Путина, которые пытались, там, сохранять ему лицо или как-то там его не расстраивать, чтобы он не применил ядерное оружие. Все. Эта история закончилась. Эту страницу перевернули. Путин военный преступник. Вот. И фактически с ним уже никто на международной арене, он изгой на международной арене, с ним никто не рукопожидел. В последнее время появился такой тезис, что западная военная помощь Украине рассчитана на одну крупную военную операцию. Мол, Украина будет один шанс. И после того, как это наступление закончится, и с теми результатами, с которыми закончится, Украине надо будет садиться за стол переговоров и договариваться с россиянами. Насколько такие настроения действительно имеют место быть среди западных союзников Украины? Ну, наверняка они есть, эти настроения. Нельзя их отбрасывать. Но это люди, которые плохо знают украинцев. Во-первых, украинцы даже не имея снарядов, автоматов, будут воевать палками, рогатками, чем угодно, пока не выгонят со своей земли оккупантов. Это национальный характер, это национальный дух. Поэтому что должна сделать Украина? Она должна сделать выводы из этих заявлений. Она должна в ускоренном темпе создавать свои мощности военно-промышленного комплекса для производства снарядов, для производства дронов, для производства ракет. Притом увеличивать дальность этих ракет. Если бы у нас были ракеты на 300-500 километров, к нам бы никто не пошел с войной. Потому что знали, что сразу получат удары по тыловым базам, по скоплениям войск, по всей инфраструктуре военной и так далее. А так как у нас там долгое время были вообще министры обороны с российскими паспортами, которые резали все программы, тот же «Гром-2», например, который на 500 километров от РК, ракетный комплекс, который просто зарезали, сказали, нет финансирования, и мы вообще нейтральная страна, нам это не надо. САУ «Богдана», даже обычное полевое орудие, так сказать, САУ, которые не запустили в производство. Не запустили в производство ракеты, хотя мы имеем «Южмаш», имеем все комплексы по производству парохов и так далее. Головки наведения, всегда делали там КБ «Луч», наши известные во всем мире и так далее. То есть у нас все есть компоненты и мощности, которые позволяют развернуть вот эти ракетные программы, которые защитят нашу независимость и территориальную целостность. Поэтому Украина просто из этих должна благодарить, с одной стороны, наших партнеров, что они пока помогают, а с другой стороны, использовать это время, пока нам помогают, для разворачивания своего ЛПК, для того, чтобы, если вдруг геополитическая ситуация развернется таким образом, что нам не будут помогать, у нас было уже свое производство, хотя бы по основным направлениям. Вот и все. Ну вот мы видим, что уже Украина начала выпускать некоторую номенклатуру боеприпасов собственными силами. Да, но никто пока не знает, как закончится война и когда она закончится. И в том числе украинские военные прогнозируют, что не исключено, что война затянется. В этом случае Запад будет продолжать помогать Украине? Он вынужден будет помогать. Он вынужден будет помогать. Конечно, это все будет усложнено, скорее всего, механизмами проверки, какими-то вещами, обязательствами. Но он вынужден будет помогать, потому что победа Украины это способ выживания Запада в этом большом противостоянии в 21 веке, как я сказал. И если Запад потерпит поражение, все, он теряет свои лидерские позиции, а значит и вот эта вся система, которая выстраивалась там, начиная с 17-го столетия с Вестфальского мира, вот с того момента Запад строил, равенство суверенитетов тогда появилось. Потом это закончилось хельсинским актом 1975 года про недоторганность границ, неприкасаемость границ. Вот мы пришли от равных суверенитетов к неприкасаемости границ. И мы получили территориальную целостность, вот эта независимость, территориальную целостность. Вот фактически Запад строил это все с 17-го столетия. Эта все система обрушится, и Запад будет на заборках истории. Он такого допустить не может. Ну если только, не знаю, что-то произойдет вообще такое невероятное, что все на Западе решат, ну все, бросаем Украину, мы не хотим больше, значит, быть лидером в этих процессах мировых, международных, ну я исключаю такой вариант. Поэтому Запад будет, условия усложняться, но Запад продолжит свою помощь Украине. Вот вы говорили о необходимости налаживания собственного производства, и в последнее время много с украинской страны звучит заявлений о создании своего флота дронов, дронов морских, дронов воздушных и так далее. За счет чего Украине удается создавать флот дронов фактически из нуля, ведь до полномасштабного вторжения производство украинских беспилотников, оно было, ну скажем так, на небольшом уровне. Нельзя сказать, что их вообще не было, но их не было много. Куда Украина находится на это ресурсы, и технические средства, и самое главное, людские, интеллектуальные? Вы знаете, с моей точки зрения, предпосылки, то есть само устройство, я сейчас скажу, может, странные вещи, само устройство государства и философия развития украинского государства, как свободной нации, потому что инновации могут зарождаться только у свободных людей, то есть креативность, инновации. Почему Советский Союз воровал технологии и не мог фактически продвинуться там в той же автомобильной промышленности? Ну, отдельные прорывы, конечно, у нас были, там космос, и то украинцы там работали, КБ Южное и так далее. То есть это духовные основы ценности нации, это свобода прежде всего, потому что свобода это равно инновации. И я делаю вывод, что у нас будет развиваться этот кластер и этот сектор экономики очень быстрыми темпами, а в странах авторитарных он будет развиваться только благодаря тому, что будут красть технологии и модернизировать украденные технологии. Инноваций будет очень мало, потому что в обществе без свободы невозможно создавать новые, генерировать новые идеи и создавать новые кластера экономики. Китай, почему? Сейчас мне многие могут сказать там, ну вот Китай же создал что-то там, новые технологии и так далее. Да, Китай создал, но он создал в тех геополитических условиях, которые предложили ему Соединенные Штаты. С 79-го года в Китае была заключена такая неформальная джентльменская сделка с Соединенными Штатами, что Китаю дают для начала технологии, он проводит реформы и запускает механизмы рыночной экономики. То есть при руководстве политическом партии была запущена рыночная экономика. И поэтому вот эти инновации при поддержке Запада, который строил там заводы, передавал технологии, Китаю удалось. Если же убрать эти все вещи и оставить только в обществе жестко регулируемую экономику и жестко регулируемое общество, инноваций в таком обществе не будет. А Россия как раз представляет сейчас жестко регулируемое общество. Посмотрите, какие законы они принимают. С каждым днем ограничивается свобода, персональная свобода, не гарантируется собственность. Ну то есть все свободы, права человека, все это уменьшается, просто съеживается. И в такой обстановке, даже если вы зальете деньгами инженеров, найдете там инженеров, зальете деньгами какие-то заводы, которые там что-то выпускали, невозможно создать инновации. Вы будете искать технологии где-то за рубежом, там китайские, иранские и так далее. Но на свои инновации они будут очень идти тяжело, потому что нету вот этих предпосылок свободы общества, креативности людей, когда каждый человек в гараже может что-то там клепать, ему это не запрещают и так далее. А когда еще государство видит необходимость в этих дронах, а у нас государство увидело эту необходимость, почему? Потому что после 2014 года, посмотрите, у нас пошла электронная торговля, электронная экономика, вот эти все программы, введенные там электронные документы, ДИА наша, которая сейчас фактически будут протоколы передаваться там многим европейским странам. То есть у нас были созданы условия для быстрого рывка в этой области. То есть Украина будет сейчас настолько креативной, настолько быстро развивающейся в этой области вот этой инновацией, это даст рывок, потянет всю экономику. Потому что этому способствовал ряд причин, которые мы разобрали. От свободы общества, которая выбрала этот путь свободно развиваться, до предпосылок, что мы четко начали взяли и начали развивать вот эти тренды в мировой торговле, как е-коммерция, там е-отношения в документах и так далее. То есть банкинг, электробанкинг, у нас уже монобанки делают, ну действуют в компании. Поэтому все вот это способствует быстрому развитию общества. И этот кластер будет очень быстро наполняться, при том нашими разработками. А вот новый вице-премьер, который был министром информации у нас, еще там вводит дополнительные мотивирующие рычаги. Это люди могут получать прибыль, там увеличивается, насколько я знаю, потолок прибыли подняли до 25-30% в вот этих вот отраслях, которые инновационные, которые будут развиваться, в том числе и беспилотники, кто будет строить беспилотники. Естественно, люди будут мотивированы, свободные люди, замотивированные деньгами. Конечно, тут будет произрастать это все, колоситься, зеленеть и колоситься. Поэтому я очень оптимистичен по поводу развития наших кластеров и очень спокоен, что наши враги, та же Россия, она не сможет быстро нарастить вот эти, воспользоваться инновационными разработками и нарастить парк своих беспилотников. Кстати, почему? Ведь мы знаем, что Россия вкладывала триллионы рублей в разработку беспилотников. У них, по-моему, там линейка из десятков разных модификаций. Но по факту на фронте мы видим там Ланцет, это дрон Камикадзе и еще один какой-то разведывательный. Но при этом они вынуждены покупать дроны у Ирана. Что пошло не так? Все очень просто объясняется. Посмотрите предусловия и предпосылки, которые были в России вот после 2000 года, многие наши производственники завидовали, когда Россия пошла по пути монополизации. Там объединенная авиационная корпорация, объединенная морская корпорация, помните, все объединялось в большие такие комплексы, в которые вливались сумасшедшие деньги. И якобы это должно было дать толчок, значит, это были точки роста для России. Посмотрите, прошло 23 года. Самолеты летают российские, пассажирские самолеты, о котором они говорили, транспортные самолеты, о котором они говорили, двигатели для самолетов, которые они обещали импортозаместить и сделать. Нет. То есть в несвободном обществе, когда вы монополизируете производство, вот объединяете там ряд заводов, создаете какой-то концерн, условно говоря, и вливаете государственные деньги, то есть сверху пытаетесь без отсутствия инноваций снизу и свободы интеллектуальной снизу. Вот вы сверху вливаете деньги и даете приказ создать мне там, значит, транспортный самолет или создать беспилотный аппарат. Эти деньги просто разворовываются, а аппарата на выходе нет. И практика предыдущих лет дает мне возможность сказать, что будет то же самое с беспилотными аппаратами и инновационными кластерами. То же самое, что было с объединенной авиационной корпорацией, корабельной корпорацией и другими, которые там посоздавала Россия. Деньги просто разворуют. Спасибо большое за комментарии.